Евгений Степанович, уже импейсмент, все это. К чему страна идет, Россия? Скажите, пожалуйста. Вы уже открытый политик, не только, как говорится, земной, но и космический. Ну, я сейчас просто затрудняюсь, наверное, сказать, к чему идет наша страна, потому что если до отставки правительства Примакова мы, в общем-то, понимали, к чему мы идем, и, в общем-то, в том, в чем обвиняет Примакова, что он вроде бы некоторые круги, какие я не знаю даже, потому что у нас нет такой информации. И те мотивы, по которым Борис Николаевич, так сказать, принял решение об отставке правительства Примакова, оно действовало не спеша, но, по-моему, очень грамотно. Тут не было ни 500 дней, тут не было, значит, каких-то там еще таких экстравагантных программ. Была действительно рутинная такая кропотливая работа очень больших специалистов, которые собрал под свои знамена, будем говорить, в правительстве Евгений Максимович Примаков. И тогда было понятно, нам казалось, что было понятно, мне, по крайней мере, что идет стабилизация. Вы, наверное, уже и телезрители знают, что инфляцию удалось достаточно успешно приостановить. Остановить она составляла несколько процентов в месяц. Вот уже были об этом информации, и она постепенно снижалась. Я сейчас могу перепутать цифру, но если в декабре месяц это где-то было 12%, то в марте, в апреле она дошла до 3%. Так что здесь явная подвижка произошла. Предрекали правительству Примакова, что, значит, доллар подскочит цене, что не удастся удержать в пределах 25 рублей. И помните, все эти были, как только Примакова назначили, пошла такая кампания. А пока он держится еще, и есть все основания полагать, что он будет удерживался бы, если бы было правительство Примакова. Поэтому я сейчас, честно говоря, не могу сказать, что будет дальше. Ясно только одно, что Государственная Дума, вот эти три дня будет, завтра третий день будет, обсуждает вопросы, рассматривает вопросы об отрешении от власти президента. Я не люблю это слово импичмент, оно не наше. И потом оно не очень понятно. Значит, президент показал за это время его окружение, что они не могут руководить страной. Но можно ли за один год поменять, это вот четвертое правительство, по существу, за один год. Как можно? И что сделает Степашин, допустим, до конца декабря этого месяца? При всем его гениальности и гениальности его членов правительства ничего за эти годы сделать нельзя, если он отойдет от того курса, который был взят правительством Примакова. Если они согласятся с тем, что они будут продолжать ту работу, которую делала правительство Примакова, тогда можно надеяться, в общем-то, и те же люди, допустим, будут продолжать, тогда можно надеяться на какие-то положительные стороны. Если же будет все по-другому, то я не берусь предсказать, что будет. Тогда возникает, конечно, другой вопрос, зачем было снимать Примакова, если курс и программа, которую они разработали, разработало правительство Евгения Максимовича, значит, оно будет продолжено. Какой смысл в этом во всем? Вот все это, по-моему, если до отставки правительства за импичмент проголосовали бы, ну, как называют там, левые группы, значит, аграрий, народовластия, коммунисты, ну и яблоко, вот в частности, по одному вопросу о Чечне проголосовало бы за импичмент, то после отставки правительства Примакова, Евгения Максимовича Примакова, я думаю, что у многих открылись глаза на то, как президент руководит нашей страной. Я думаю, что сторонников импичмент стало больше. Ярм Степанович, завершение программы, что бы вы сказали телезрителям Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей? Не хотелось бы на такое вот что-нибудь оптимистическое? Вы думаете, мне хотелось бы, что ли? Мне тоже не хотелось бы на этой ноте заканчивать, тем более, что я помню, и многие телезрители помнят те времена, когда мы отдыхали во время отпуска, и хватало нам и профсоюзной путевочки у нас были, достаточно дешевые, которые позволяли семье раз в год, по крайней мере, съездить, то ли погреться где-то там у Черного моря, или покупаться в Черном море. Мы помним, как наши дети, вот даже по три этих самых сезона проводили в пионерских лагерях, мы помним, как наши дети бесплатно учились, мы помним, как наши пенсионеры, в общем-то, не думали на ту пенсию, не думали, что у них будет, значит, завтра с ними будет. И рабочий тоже знал, хоть не такая большая зарплата была, но он знал, что у них есть постоянное рабочее место, что его завтра не выгонят с этой работы, если он добросовестно выполняет свой труд, делает свой труд, свой долг. Поэтому у меня единственное пожелание, я не призываю, как обвиняют меня некоторые, так сказать, демократы, что я призываю опять возврата к советской власти, к коммунизму, так сказать. Все, кто сейчас называет себя демократами, они в большинстве своем подавляющем были как раз коммунистами, только они, наверное, притворялись, что они были коммунистами или сейчас притворялись, что они демократами. Нужно, на мой взгляд, значит, не давать какую-то там окраску по принадлежности к той или иной, так сказать, партии или движению, а судить о действиях по делам. И вот я бы хотел, чтобы все-таки мы выправили все те зигзаги, которые были сделаны в результате перестройки, обновления там, значит, углубления, демократизации, значит, вот нашей политической и хозяйственной жизни, чтобы мы все-таки встали на такой твердый путь, понимая, как кто-то говорит, что за границей нам не поможет. Мне странно слышать вот выступления этих, вот мы давайте кредиты, мы давайте, да так они вам и дали чего-то за так. Неужели еще взрослые люди сегодня не понимают, что мы не нужны ни на рынках западных, и чем беднее мы живем, чем больше мы попадаем в зависимость от тех кредиторов, тем хуже нам становится, тем хуже нам будет дальше. Из этой долговой ямы будет очень сложно выкарабкаться. Вот и все, поэтому я хочу, чтобы мы все это понимали, чтобы народ наш, ну, не был таким пассивным, как он бывал когда-то. Поменьше надо, наверное, верить вот этим всем залихватским словам и обещаниям, которые говорят, вот я недавно, мне сказали, что тут в Белгородской области один из кандидатов в губернатор сказал, я вам за три месяца или за два месяца я вам все сделаю, вы будете жить у нас как эти самые. Ну, глупость, конечно. И мне бы хотелось, ну, молодежь может еще поверить, а мне бы хотелось, чтобы вот у молодежи есть родители, да, которые прожили свою жизнь, они видели и то, и видят сегодняшнее, но они уже понимают, что к чему, чтобы они поактивнее принимали участие вот в этой нашей жизни. Дмитрий Степанович, вы, как говорится, надеясь, что и в следующем составе, думаю, вас коллеги поддержат, а мы вас здесь встретим. Мы пожелаем вам всего доброго, счастья, здоровья. Спасибо. И еще раз от имени всех телезрителей благодарим вас и надеемся, что еще раз вы найдете время принять участие в нашей программе. Спасибо. Ну, это может даже не связывать, давайте не будем связывать, выберут меня в следующую думу или нет, если будет интерес какой-то у вас, пожалуйста, я могу и выступать не просто так. Дмитрий Степанович, мое мнение, мнение лично мое, Евгения Давыдова, что в Государственной Думе должны быть умные, достойные люди. Мое мнение такое же. Безотносительно ко мне, конечно. Чтобы избиратели, то есть это самые зрители не подумали, телезрители не подумали, что я тут чего-то такое хвалюсь. Ну, уважаемые друзья, я думаю, что герой Советского Союза, летчик-космонавт, друг Гагарина имеет право. Но тем не менее, Герман Степанович прост, общителен, вы это видели. Итак, еще раз вам говорю, что у нас в программе принимал участие. По вашим просьбам, герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Герман Степанович Титов. Спасибо. Всего доброго.